На страницах Священного Писания есть такие истории, которые возможно тематически объединить. К примеру, читая Евангелие, мы заметим, что в служении и жизни нашего Спасителя Иисуса Христа некоторые люди встречались с Ним лицом к лицу. Ян Креститель, Нафанаил, женщина у колодца, богатый юноша, женщина, взятая в прелюбодеянии и некоторые другие. Встреча лицом к лицу с Иисусом для каждого из перечисленных отличалась, но полностью меняла жизнь каждого человека. Вот сегодня мое желание вместе с вами обратить внимание на две из таких встреч. Это будет Понтий, Пилат и Ирод Антипа. Встреча одного и другого с Иисусом Христом произошла приблизительно в одно время, во время, когда проходил суд над Иисусом Христом. Мы с вами начнем с Понтия Пилата. Территория Древнего Рима делилась на административные единицы, которые назывались провинциями. Так вот, для управления провинциями назначались прокураторы. Прокуратор – это чиновник, высокопоставленный чиновник, управляющий провинцией. С 6-го года нашей эры до 135-го года в состав Римской империи входила Иудейская провинция. А с 26-го года по 36-й год нашей эры в течение 10 лет прокуратором Иудейской провинции был Понтий Пилат. Не только священное писание, но также история оставила нам некоторые детали о личности этого человека. И мы можем сделать вот такой вот вывод, что Пилат, скорее всего, был очень высокомерным человеком. Это был человек жестокий, который с презрением относился особенно к иудейскому народу. И не один раз он как-то оскорблял и религиозные чувства, и религиозные верования этих людей. Вот некоторые примеры. Вскоре после своего назначения в Иерусалим Пилат посылает отряд воинов, на знаменах которых был изображен император. Вот представьте себе людей, которые жили в Иерусалиме, святой город, в котором войско императора со знаменами, на которых изображен император. И вот только после очень долгих переговоров даже с Римом знамена были убраны из города. А позднее именно Пилат не по назначению использовал деньги храмовой казны, которые были предназначены для сооружения водопровода в Иерусалиме, что вновь приводит к возмущению в народе. А затем Пилат опять распорядился поместить во дворце Ирода в Иерусалиме золотые щиты. Щиты с надписью в честь римского императора Тиберия. Как раз таки этого императора сильно ненавидели иудеи. Это вновь вызывает возмущение жителей города. Итак, правление Пилата в Иудее знаменовалось массовым насилием, казнями, налоговой, политический гнет. И вот где-то провокационные действия Пилата, и все это оскорбляло религиозные верования и обычаи иудеев. Между Пилатом и народом иудейским постоянно продолжалось противостояние. Чем же будет интересен для нас с вами этот человек? В первую очередь, Пилат нам будет интересен тем, что он также имел очень близкую встречу с Иисусом Христом. И вот мы с вами обратим внимание на одну деталь этой встречи. Евангелие от Иоанна, 19 глава, первые шесть стихов. Евангелие от Иоанна, 19 глава, первые шесть стихов. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. Говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, вот, я вовжу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат, вот, человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его. Пилат говорит им, возьмите его, вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Вот 18 и 19 главы Евангелия от Иоанна посвящены судебному процессу над Иисусом Христом. Разбирательство началось арестом в Гефсиманском саду и закончилось распятием на кресте. И на данный момент повествования, 19 глава, самое начало, приговор римского правителя, правителя, от которого зависела жизнь Иисуса, уже произнесен. В 18 главе Пилат выводит Иисуса к людям и говорит, 38 стих, я никакой вины не нахожу в нем. Однако Иисуса не освободили, и он все еще находится в руках Пилата. Слова, которые должны были предать Христа распятие, еще не произнесены, но вот суд фактически закончился. Получается, что Священное Писание апостол Иоанн оставляет нашему вниманию то, что происходит в промежутке, в промежутке между официальным оправданием Иисуса и его казнью на кресте. Апостол Иоанн со своей стороны, Лука со своей стороны показывает нам серию попыток Пилата, ну хоть как-то избежать казни Иисуса. Казнь, которую сильно желали люди. Очередное противостояние между Пилатом и народом. Пилат очень хорошо знал, что Иисус невиновен в предъявленных ему обвинениях. А правитель со своей стороны требует казни. Поэтому Пилат сначала посылает Иисуса к Ироду. Посылает вот такой вот маленькой надежде, что может быть этот царь поможет в правильном выборе. Далее правитель пытался освободить Иисуса вместо воравы. И в конце концов даже избил Иисуса, надеясь этим самым, этим образом вызвать жалость у народа. Но ни одна из этих хитростей Пилата не сработала. В действительности события, разбирательство над Иисусом показывают нам с вами еще и другую картину. Очень интересную и, может быть, страшную картину показывают природу сердца человека, показывают нам с вами грех человека. События, конечно, показывают божественный план искупления человечества через распятие Иисуса Христа. Интересно, что все, что происходит за это короткое время, наполнено глубоким смыслом и в самом деле значительно. Между прочим, за всю историю человечества не было сделано большего. Немного раньше Священное Писание говорит нам о людях, о учениках Господа, которые, наблюдая за Иисусом Христом, спрашивали, кто сей? Или спрашивали, кто этот человек, что это за человек? После беспощадных издевательств, воинов, похожий вопрос звучит немного в другой форме. Теперь участники того события, и мы с вами, читатели этих событий, читатели Евангелия, слышим приглашение. И приглашение именно Понтия Пилата. Мы с вами слышим приглашение созерцать человека. Вот человек. Пятый стих девятнадцатой главы. Кто же это такой, что стоит перед Пилатом? Избитый до полусмерти, одетый в пурпурную мантию, венчанный шипами и высмеянный, царь иудеев. Да, Священное Писание приглашает нас с вами созерцать именно этого человека. И прежде всего, Писание показывает нам невиновного Иисуса Христа. Писание очень ясно ведет эту линию. Ни одно обвинение против Иисуса не было доказано. Не только Пилатом, но Иисус еще несколько раз был объявлен невиновным. Я напомню эти случаи. Интересный случай, когда даже сам Иуда, Иуда-предатель, заявил, согрешил я, предав кровь невинную. Это была жена Пилата, которая тоже назвала Иисуса праведником, потому что во сне много пострадало за Него. Это был один из распятых преступников на кресте, который сказал, что он ничего худого не сделал. Это был офицер римской армии, ответственный за казнь Иисуса, тоже назвал его праведником. Так получается совсем обратное. Получается, что знаменитые слова Пилата «вот человек» или «сей человек», они служили приговором. Они уже послужили приговором всем тем, кто в тот момент внимательно смотрел на Иисуса. Нетрудно предположить, что своими действиями Пилат пытался вызвать какой-то всплеск жалости, от вот этих вот непостоянных людей, в чем он сильно-сильно ошибся. Хотел одного, а произошло совсем обратное. Разразился новый поток ненависти и враждебности к Иисусу. Почему же все это было? Почему присутствие уже даже избитого Иисуса вызвало такую жестокую ненависть? Дело в том, что в избитом и изуродованном Иисусе люди увидели ничто иное, как зеркальное отражение нравственного безобразия, которого человек боится обнаружить в себе. Зеркальное отражение нравственного безобразия, которого человек боится обнаружить в себе. Да, ненависть возбуждала именно безгрешность Иисуса. И ненависть возбуждала собственную виновность человека. Люди были виноваты в несправедливости происходящего. Обострилось то, что беспокоит нас все время. Именно в сердце человека живет то, что заставляет людей противостоять праведности. Знаете, иногда можно слышать вот такие вот красивые, может быть, высокие рассуждения людей. Но давайте скажем о воплощении добродетель или о воплощении истинной красоты. Вот особенно вот звучит такой вопрос, как вы думаете, что произойдет, если человек когда-то встретится с воплощением истинной добродетели или с воплощением истинной красоты? Читая Священное Писание, мы не сможем, мы не можем с вами сделать ошибки. Нет, человек не поклонится добродетели. Нет, человек не будет восхищаться красотой, а вместо этого будет крик и требование «распни его». Почему? Потому что душа человека находится в глубокой тьме. И не всегда мы с вами готовы впустить туда свет Евангелия. Конечно, совсем неправильно будет сказать, что и сегодня, и всегда в другие времена все люди открыто ненавидят Христа и стремятся уничтожить его влияние. Ну, давайте представим Пилата в наше время. Давайте мы представим Пилата и его приглашение созерцать человека. Конечно, в наше время большинство людей Христа просто игнорируют, что в свою очередь говорит о многом. Утверждая своим пренебрежением, что сей человек вряд ли достоин внимания современного человека, современности. Большинство людей сегодня будут говорить о чем угодно, кроме христианства. Мы с вами очень легко замечаем, что из светской прессы или других средств массовой информации очень трудно что-то узнать об Иисусе Христе. В этом сегодня трагедия человечества. В этом сегодня трагедия очень многих людей. Приобрести весь мир, а душу свою потерять. Вы знаете, незадолго до распятия на горе Ильонской ученики Иисуса Христа слушали очередную проповедь. И, как обычно, Господь проповедовал, используя притчи. А проповедь на горе Ильон была особенно тем, что все притчи рассказывали о том, каким будет окончательный суд человека перед Богом. Это заключительные главы Евангелия от Матфея. Ну, я напомню эти три притчи очень коротко. О притче о десяти девах, все из которых были приглашены на брачный пир. Из десяти дев пять отличались мудростью, а другие отличались неразумием. То есть одни имели достаточно масла для светильников, а другим пришлось его искать. Искать самый неудобный момент. И пока они искали этого масла для светильников, пришел жених, закрылись двери и начался пир. И вот после чего Иисус предупредил своих учеников, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Далее Господь говорил о слугах. Их хозяин должен был отправиться в путешествие. И поэтому он позвал слуг и дал каждому деньги. Одному пять талантов, другому два таланта, а третьему он дал всего один талант. Каждому в соответствии с способностями. И затем хозяин ушел. А двое из рабов пользовались деньгами господина в то время, когда третий всего-навсего скрыл свой талант в земле. И вот когда вернулся хозяин, он потребовал отчета. Он потребовал отчета, и священное описание по-особенному выделяет слова последнего раба. Он подошел и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял и собираешь, где не собирал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Ну, я думаю, вы помните, что этому последовало осуждение и изгнание. Затем последняя, третья притча. Притча о народах. А именно о разделении народов. Одни по правую сторону Спасителя, а другие по левую. И вот одних от других отличает именно отношение к Иисусу Христу. Накормили или нет. Дали воды или нет. Приняли странникам или не приняли странникам. Дали одежду или не дали одежду. Посетили больного, посетили в темнице. Или не посетили больного и не посетили в темнице. Конечно, притчи отличаются содержанием. Но, тем не менее, очень-очень похожи. Мы с вами замечаем, что в каждом случае происходит внезапное возвращение Господа, который ожидает от человека отчета. Внезапное возвращение Господа, которое от человека ожидает отчета. И в каждом случае одни его ждут, а другие его не ждут. И в каждом случае обязательно есть те, кто полностью удивлен результатом. Полностью удивлен результатом. Неразумные девы удивлены тем, что хозяин пира не открывает им дверь. Злой и ленивый слуга явно ожидал, что хозяин будет доволен результатами нулевого роста. Люди, которые не могут поверить, что на самом деле отвергли Иисуса, спрашивают, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами живем во время, которое Священное Писание называет днем спасения. Мудрость человека сегодня состоит в том, чтобы познать Христа. Мудрость и сегодня состоит в том, чтобы знать Христа. Вспомните, как важно это было для одного из апостолов Господа, для апостола Павла, который говорил, «Не желаю ничего знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Почему ему это было нужно? Почему сегодня это нужно нам? Дело в том, что именно Христос дан человеку для спасения. И его смерть – это наша с вами жизнь. И важно знать его еще и потому, что придет день, когда период благодати закончится. И судьей, да, судьей будет именно тот, которого когда-то судили Каиафа, Ирод и Пилат. Придет время, и мы снова с вами услышим слова. Мы услышим приглашение созерцать человека. Вот человек. Только перед нами будет другой. Перед нами будет царь славы, который обменяет одежду осужденного на одежду божественного величия, обменяет терновый венок на венец славы и трость на скипетр владычества. И вот наше с вами положение зависит от того, как мы видим Иисуса сейчас. Если говорить о Пилате, интересно будет отметить то, что с самого раннего христианства именно Понтий Пилат считался важным участником истории искупления человечества, важным участником даже в жизни Иисуса Христа. Откуда мы это с вами узнаем? Очень рано в христианстве появились документы, в которых очень коротко содержалось учение или догматы церкви. Эти документы назывались символ веры. В очень известном для нас с вами апостольском символе веры звучат такие слова. «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией и, да, страдал при Понтии Пилате». Между прочим, на протяжении столетий этот раздел символа веры трепетно изучается. Почему? Почему из всех исторических личностей, которые когда-то окружали Иисуса, упоминается только Понтий Пилат? Почему не римский император? Почему не Каиафа? Почему не Анна, первосвященники, упомянутые в Евангелии от Иоанна? Почему Понтий Пилат? И считается, что Понтий Пилат был инструментом в руках Бога. Инструментом в руках Бога не только для того, чтобы совершилась казнь Иисуса, но Пилата делают известными его несколько очень-очень важных слов. Все человек, о которых мы сегодня говорили, его вопрос, что есть истина. Пилат казнил невинного человека ради политической целесообразности. Он был более озабочен своей личной безопасностью, чем справедливостью и истиной. Если говорить о разнице между Пилатом и Иисусом, то, конечно, Христос сильно отличается. Отличается именно в этом. Христос прежде всего отличается тем, что Он провозглашал истину и поступал в соответствии с истиной. Истина была настолько важна для Христа, что Он предпочел предать Себя властям и страдать за истину, а не превратить в Своё служение. Следующий ключевой участник судебного процесса над Иисусом – это Ирод Антипа. Ирод Антипа, о котором тоже говорят нам евангелисты, это сын очень знаменитого для нас с вами Ирода Великого. Одинаковые имена. Ирод Великий – это отец Антипы, который приказал убить младенцев Ифлиема, убить в надежде, также уничтожить царя Иудейского, по которому сообщили мудрецы. Отец Антипы, Ирод Великий, был очень развратным и опасным человеком. Вот так вот говорят историки, что у него было десять жен, а из которых некоторых он даже сам убил. И жестокость Ирода Великого была известна даже римскому императору, после которого осталось очень известное высказывание об Ироде Великом, который сказал, что, простите, лучше быть свиньёй Ирода, чем одним из его сыновей. Так вот, его сын Антипа, Ирод Антипа, о котором мы с вами говорим, обладал похожей характеристикой. Сам Ирод Антипа не правил всем, чем правил его отец Ирод Великий. Дело в том, что после Ирода Великого осталось несколько завещаний. Одно из завещаний назначило именно Антипу единственным преемником, а другие завещания этому противоречили. И вот в этот спор о правильном завещании вмешался римский император, и вся Иудея после Ирода Великого была разделена на три части и была поделена между тремя сыновьями Ирода Великого. Ирод Антипа получил самый северный сектор правления отца, а именно Галилея. Ну и как раз-таки Галилея – это была часть территории, в которой больше времени провёл Иисус Христос. Кроме того, Ирод Антипа известен нам с вами со страниц Священного Писания. И интересен с очень важной стороны. А вот именно с той стороны, когда он встречался с Иоанном Крестителем. Если вы помните, связь Ирода Антипы с Иродиадой, женой его единокровного брата Филиппа, публично осуждалась именно Иоанном Крестителем. Именно осуждение связи с Иродиадой послужило причиной заключения в дальнейшем и казни самого Иоанна Крестителя. Интересно, что, читая Священное Писание, мы с вами можем увидеть, ну, немножко противоречивый характер Ирода Антипы. С одной стороны, допустим, Евангелист Марк говорит о том, что Ирод Антипа знал, что Иоанн Креститель – муж праведный и святой и согласился на казнь Иоанна Крестителя только из-за своего обещания. С другой стороны, Евангелист Матфей говорит нам о том, что Ирод хотел убить Иоанна Крестителя. То есть мы делаем предположение, что Антипа был мучен какими-то внутренними противоречиями по отношению к Иоанну Крестителем. Но мы можем с вами сделать вывод, что Антипа имел некоторую чувствительность, имел религиозную чувствительность, даже расположение к религиозным вещам, к истине, к вере и к Богу. Почему? Потому что он слушал Иоанна Крестителя. Все сильно поменялось именно после казни Иоанна Крестителя. И после казни Крестителя религиозное сознание этого человека, оно переросло, и оно уже выросло в простое суеверие. Если вы помните, когда Ироду начали рассказывать о проповедях, о делах Иисуса Христа, он не то чтобы испугался, он начал суеверно говорить о том, что Иисус Христос – это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых. Между прочим, в одной из встреч Иисус назвал Антипу лисицей. Это очень подходило к его характеру, потому что он был хитрым человеком. И больше того, он был человеком, который находился под влиянием распущенной женщины. Именно евангелист Лука говорит нам о встрече Иисуса и Антипу. Я прошу вас перелистнуть вашу Библию, Евангелие от Луки, 23 глава 6 стиха. Мы прочитаем этот отрывок. Пилат, услышав о Галилее, спросил, а разве Иисус галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Преосущенники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Очень короткий рассказ о встрече Ирода Антипы с Иисусом Христом. Между прочим, этот короткий рассказ, ну, что-то скажет нам с вами о самом Ироде. Ну, во-первых, так интересно пишет Лука, что Антипа, он знал о том, что происходило в его провинции. То есть, евангелист отмечает, много слышал об Иисусе и даже надеялся увидеть от него какого-нибудь чуда. То есть, отмечено любопытство Ирода Антипы. Посмотрите, восьмой стих очень интересный. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, потому что давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Знаете, в этом стихе нам открывается внутренний мир этого человека. Теперь в нем полностью отсутствовал голос совести. Почему? Потому что встречу с Иисусом он рассматривает как просто повод для развлечения. Эта встреча не пошла так, как хотел Антипа. И любопытство, с которым он встретил бы Христа, оно обернулось резким презрением и жестокостью. Между прочим, опыт Ирода или история о встрече Ирода и Иисуса должны быть предупреждением для многих и многих людей. Поэтому вот это вот любопытство Ирода, желание увидеть Иисуса и даже радость при встрече не сегодня должны нас с вами тревожить. А знаете, почему тревожить? Потому что Бог не открыл этому человеку истину. Несмотря на то, что у него была радость встречи, несмотря на то, что у него было любопытство встречи, Бог скрыл от этого человека истину. Конечно, это не обозначает, что любопытство по себе плохо. Не означает, что Бог не может воспользоваться любопытством человека для спасения. У нас есть прекрасные библейские примеры. Ну, давайте вспомним любопытство Никодима. А помните, когда Христос загадочно говорил о рождении с высшим, что побудило его спросить, а как может человек родиться, будучи стар? Так, мы с вами можем вспомнить о любопытстве женщины в Самарии, которой также загадочно говорил Христос о воде живой. И она тоже спрашивала эти простые любопытные вопросы. Господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда у тебя вода живая? То есть любопытство само по себе неплохо. Но что же происходит с Иродом? Вполне возможно, Антипову когда-то привлекали проповеди Яна Крестителя. Вполне возможно, он что-то слышал о проповедях Иисуса Христа. Вполне возможно, он слышал о чудесах Иисуса Христа. Насущение четырех и пяти тысяч происходило именно в Галилее. В Галилее Христа хотели сделать царем. В Галилее Иисус Христос ходил по воде. В Галилее он успокоил бурю. Он много исцелял в Галилее. Возможно, Ирод не слышал о всех чудесах Иисуса, но главные из них, несомненно, были доведены до его сведения. Больше того, Ирод, скорее всего, мы только предполагаем, слышал об Иисусе не только из слухов. Ирод также слышал о нем через Иоанна Крестителя. У нас нет записей вот этих вот встреч Крестителя и Антипы. Но можем представить, что Иоанн, получив возможность говорить с Иродом, не мог не указать на Иисуса. Ирод, возможно, даже слышал великий текст и свидетельство Иоанна Крестителя. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Кроме этого, Священное Писание отмечает еще одну интересную деталь. Одна из женщин, которая сопровождала Иисуса, была женою домоправителя Ирода. И все же любопытство этого человека осталось лишь праздным. Любопытство этого человека осталось бесполезным любопытством. Далее евангелист отмечает желание Антипа увидеть это Иисуса чудо. И снова мы можем с вами спросить, ну разве это плохо? Разве это плохо ожидать от Иисуса чудо? Ведь мы сегодня с вами иногда надеемся увидеть великие чудеса, совершенные Иисусом Христом. Когда проповедуется Евангелие, мы надеемся увидеть людей, которые из смерти переходят в духовную жизнь. Очень часто в молитве мы обращаемся к Богу и просим, открой наши глаза, чтобы мы увидели новое и удивительное из Твоего Слова. Мы молимся Богу о том, чтобы менялась наша жизнь. Молимся, просим Бога о том, чтобы искать Бога всем сердцем. Молимся о том, чтобы стать такими, как когда-то был Иисус. Радость Ирода, любопытство Ирода были легкомысленными. Он надеялся увидеть какое-то чудо, с которым, может быть, позже развлекать своих гостей всего-навсего. Любопытство, радость и ожидания неплохи сами по себе, они хороши. Мы можем даже утверждать, что все это дано нам с вами Богом, как что-то доброе и прекрасное. Но как часто воздействие греха ожесточает доброе в человеке? Говоря об Иродиантипе, мы делаем вот эти выводы, очень важные, может быть, немножко страшные выводы. Дело в том, что истинное приближение человека к Богу обычно сопровождается болезненным осознанием своего греха. Можете вспомнить себя. Истинное приближение человека к Богу обычно сопровождается болезненным осознанием своего греха. Знаете, почему? Потому что Бог свят, и человек просто не может приблизиться к Нему без разоблачения своего внутреннего мира. Когда Бог приблизился к Адаму и Еве в саду после грехопадения, они спрятались от Него. Почему? Потому что они были ноги. Когда Исаия увидел Бога и услышал пение Серафимов о святости Бога, он отступился словами «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Когда апостол Петр мельком, только мельком увидел, кем на самом деле является Иисус Христос, он просил «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Истинное приближение человека к Богу сопровождается болезненным осознанием своего греха. Несомненно, Ирод слышал о безнравственности своей жизни от Иоанна Крестителя, однако пренебрегал тем, что вполне возможно беспокоило его. Вообще, при правильных обстоятельствах обличение в грехе, оно ведет человека, во-первых, к покаянию, а во-вторых, оно ведет человека к вере в Иисуса Христа. Но именно там, где этого не происходит, где осуждение за грех не ведет к покаянию и вере, очень часто человек ожесточается. Очень часто человек начинает относиться к религиозным вопросам только с праздным любопытством или, хуже того, с противлением. Ирод Антипа навсегда остается человеком, который пытался успокоить голос совести. К сожалению, в его случае это означало успокоение голоса Иоанна Крестителя. Сначала он пробыл тюрьму для пророка, но, встав на этот путь, он вскоре пришел к тому, что убил Иоанна Крестителя. Убил для удовлетворения желания Иродиады и для спасения своей воображаемой чести. Из истории Ирода мы обязательно должны знать, что голос совести, голос совести любого человека настаивает на обязательном присутствии нравственности в истинной вере. Нет истинной веры безнравственности. Итак, Ирод – это человек, который имел религиозное влияние от Иоанна Крестителя. И вполне возможно, что Иоанн Креститель остался единственным человеком, который когда-то говорил Ироду правду. Который правду сказал Ироду о всем. Иоанн не искал расположения Ирода. Вопрос спасения души этого человека был намного выше. И теперь, когда перед ним стоял Иисус, Антипа предлагал Христу многие вопросы. Что же происходит? Послушайте, посмотрите, 23 глава, 9 стих. Ирод предлагал ему многие вопросы, но он не отвечал ему. Вы можете себе представить такое? Ничего не отвечал ему. Ни одного слова. Скажи проповедь, покажи чудо, мы поверим. А в ответ от Бога этому человеку ни одного слова. Однако именно молчание Иисуса говорил Ироду о многом. Говорил о том, что в жизни Ирода осталось совсем мало надежды. Говорил о том, что Ирод, о Богу тебе больше нечего сказать. Мне кажется, это очень страшно. Как странно иногда обращаются события жизни против человека. Когда-то Иоанн Креститель говорил себе, что он голос, голос вопиющего в пустыне. Ирод Антипа в буквальном смысле заглушил этот голос. Не потому ли Христос молчал в его присутствии? Несомненно, совесть человека притупляется. Я думаю, если вот нам с вами, которые живут здесь, в Центральной Пенсильвании, очень резко оказаться в большом городе, мы в первую очередь обратим с вами внимание на шум этого города, на сильный шум движения, мы обратим внимание на сигналы, висерены. Но постоянно жители города этого не замечают. Как не замечают движение поездов те, кто живет рядом с железной дорогой. Несомненно, совесть человека притупляется. Итак, из этих двух историй, Пилат и Ирод, можно сделать очень простой вывод. Конечно, когда мы читаем с вами священное описание, некоторые библейские сюжеты, они как-то вдохновляют нас. А вот другие библейские сюжеты, они очень серьезно предупреждают нас с вами. Предупреждают каждого человека, верующего или неверующего, быть очень осторожным. Быть очень осторожным в том, что мы думаем о жизни и что мы с вами думаем о Боге. Для нас всегда, навсегда останется очень много того, о чем нам нужно переживать. Всегда есть и будет очень много того, о чем нам с вами нужно переживать. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я приглашаю вас не расслабляться. Думать, стараться, искать Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok